На улице Свободы в Иванове сгорел двухэтажный дом. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в воскресенье в половину третьего ночи. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений дом был охвачен пламенем. Горение удалось ликвидировать примерно за полчаса. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Силами Федеральной государственной предприятий службы с дома было эвакуировано 12 человек. Всего к ликвидации пожара привлекалось 50 человек личного состава и 12 единиц техники. Последствиями пожара огнем была полностью уничтожена кровля и чердачное помещение дома по всей площади. Один подъезд выгорел полностью. Ни погибших, ни пострадавших нет. В основном жители дома сейчас размещены в гостинице. Им обеспечено питание. Кто-то предпочел отправиться к родственникам. Проживание в доме на данный момент невозможно. В городской администрации ситуацию взяли на контроль. Сегодня решили собрать комиссию, целью которой будет назначение экспертизы, которая должна определить, является это дом аварийным или не является. Соответственно, если комиссия и экспертиза признают дом аварийным, то у людей появится возможность участвовать в программе переселения как жильцам аварийных домов. То есть они смогут встать в очередь и рано или поздно получить свое жилье. Ситуацию будут рассматривать на экспертном совете в управлении ЖКХ. Если будет принято решение о восстановлении дома, о его капитальном ремонте, на первом этапе потребуется консервация здания. Пострадали некоторые коммуникации дома. Управляющая компания проводит оценку повреждений. Управляющей компанией была поставлена цель. Они электроснабжение уже обеспечили. Сейчас они говорят по их заключению, что они готовы обеспечить теплоснабжение той части дома, которая не выгорела. Там один подъезд остался цел. Стоит отметить, что большинство жителей в результате пожара лишились всего имущества. Как только граждане получат соответствующие документы и заключения, от Госпожнадзора управления соцзащиты обеспечат определенные выплаты. В случае, если у них есть хоть какой-то заработок, если они либо пенсионеры, либо инвалиды, либо они работающие. И если их доход семьи больше, чем прожиточный минимум, тогда мы им до двух прожиточных минимумов окажем материальную помощь единовременно. Это вот пока в рамках программы «Забота и поддержка». Сейчас по факту пожара проводится доследственная проверка. По предварительной версии, одной из наиболее вероятных причин взгорания является поджог.